МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социально-экономическое положение главного в стране туристического региона. О проблемах на курорте Бурабай. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Линия правды» и я, ее постоянная ведущая, Сынея Кабжасарва. Сегодня у нас в гостях Аким Бурабайского района, Муздебаев Асет Азаматович. Асет Азаматович, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, Сынея. Здравствуйте. Бурабайский район, туристический регион. Давайте, пожалуй, с этой отрасли и начнем. Как развивается на сегодняшний день туристический сектор? Ну, действительно, Бурабайский район, ее называют жемчужиной Казахстана. У нас прекрасные озера, леса. Сейчас очень бурно развивается внутренний туризм в Казахстане. И хочу сказать, что очень хорошая заполняемость наших отелей. У нас традиционно всегда были санатории, реабилитационные центры. Приезжают со всего Казахстана. Проводится реконструкция где-то старых санаториев. Вкладываются финансы туда хорошие. Приводят в соответствие уже к современным таким реалиям. Также строятся новые отели. Сейчас появляются в поселке Боровое. В центре поселка Боровое планируется открытие. В этом году Виндом Гарден такой мировой бренд. Современный такой отель. Очень красивая архитектура. Там он же отель, он же в то же время будет и санаторий. Там лечебный корпус отдельный строится. Уже современный, со спа-центрами, с бассейнами. Это единственный проект? Нет, конечно, это не единственный проект. Но это такой большой проект. За несколько лет у нас выстроены неплохие отели. Это терраса парк. Потом Байтас хороший отель появился, тоже новый. Тоже уже современный, со спа-центрами. Также ведется реконструкция. Уже один корпус дан. В прошлом, наверное, люди знают. Это Жекибатор назывался. Сейчас он называется Султан Плаза. Тоже красивая архитектура. В современном стиле все по новой ведется реконструкция. Очень много строится отелей, гостевых домов. В то же время, как бы, с развитием, со строительством, в то же время, очень много инженерных сетей обновляется. Строятся водоотведения, магистральные сети, водопроводы, проекты делаются. Как бы, ну, работа большая в этом направлении ведется. Хочу сказать, что сезон очень рано мы начали. Как бы, по статистике, где-то к середине июня обычно всегда открывался сезон. В этом году, прям, с первого мая у нас пошел большой поток гостей, туристов. Но май был теплым. Да, май был теплым. Ну, и, возможно, сейчас в целом внутренний туризм развивается в связи с пандемией во всем мире. Как бы, люди стараются уже отдыхать у себя. В рамках государственной программы развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны, в рамках развития внутреннего туризма развиваются какие-то направления совершенно другие, да, в туризме? Совершенно. Сейчас есть озеро Тикиколь, это вот Майбалык такое озеро название. Там строится совершенно новый курорт. Совершенно новый курорт. Порядка 250 гектар выделено туда под развитие этого курорта. Там интересные вещи строятся. Там, как бы, городской парк называется. Там внутри тоже аквапарки, спа, салоны, кинотеатры, виллы в стиле шале. Ну, интересный очень проект. В то же время сейчас идет большая работа по развитию самого поселка Бурабай. Сейчас работает рабочая группа управления туризма, казахтуризм. Отрабатывается СЭС Бурабай. Мы хотим сейчас, как бы, первую береговую линию начать с этого, да, там строить уже, сносить те старые ветхие какие-то здания, которые портят вид. Строить уже современные, там, трех-четырехзвездочные отели. Раскрывать полностью подступы, получается, к озеру, потому что сейчас все застроено. Сейчас вот мы построили в этом году аллею, променад. В продолжении ее, уже ближе к озеру, был выкуп и снос зданий, порядка 1,2 гектара, 10 участков. Аллея дальше это будет тоже продолжаться. По концепции СЭС Бурабай планируется строительство большого, для того, чтобы привлекать туристов в круглый год, туристов нужно чем-то занимать, правильно, чем-то занимать, какие-то развлечения. Поэтому планируется строительство концертного зала, спортивных сооружений, для того, чтобы вне сезон можно было проводить какие-то крупные спортивные мероприятия, республиканского, мирового уровня. Вот у нас вот есть горно-лыжная база, да, трамплин. Вот уже в этом году там проходил чемпионат мира по прыжкам с трамплина. Тоже, как бы, для развития туризма это тоже немаловажно. Приезжает очень много команд, которые размещаются у нас в отелях, приезжают зрители. И вот в дальнейшем, после развития вот этого СЭС Бурабая, после завершения концепции, после его уже начала внедрения этого, построить, если большой аквапарк, интересный такой, крытый, открытый, чтобы и зимой он мог функционировать. Спортзалы, концерты проводить. Ну, почему бы какой-то не учредить какой-то большой фестиваль, там, несколько фестивалей, там, и большой поток туристов будет приезжать на этот фестиваль, там, конкурс какой-то в таком виде. Вот, кстати, как-то в прошлом году, вроде бы, в высших кругах, среди министров, ну, это в СМИ, конечно, было, говорили о том, что Бурабай станет подобием Юрмалы. Вот, если заглянуть нам с вами, ну, скажем, в 2025 год, каким вы видите Бурабай? Что он из себя будет? Ну, я вижу его, вот, как вот вы говорите же, то, что вот мы об этом говорили, что у нас будут уже там современные отели, не будет вот этих ветких каких-то строений. Во-первых, будут везде нормальные дороги, освещения, хорошие отели, хороший сервис, вот, как вы говорите, Юрмала, да, почему бы нет, не проводить какой-то свой хороший такой конкурс. Я думаю, к тому времени это появится уже, и будут построены данные здания. Но вы видите большой поток туристов, именно зарубежных? Ну, внутренний туризм, ближнее зарубежье, у нас, как бы, наша, ближайший сосед, наша Россия, очень любит отдыхать у нас, и, как бы, отельеры ждут тоже гостей из России, ну, не только с России, из дальнего зарубежья тоже приезжают. Приезжают в столицу и слышат о Бурабае, обязательно приезжают в Бурабае. Ну, да, конечно. Трасса хорошая, скоростная, проблем добраться сейчас до Бурабае, не вижу никаких проблем, ходят и скоростные поезда, электрички, автобусы, маршруты, такси, как бы, добраться, два часа езды, по большому счету, да. В столице. Осет Азаматович, назовете мне цифру, каков поток туристов в текущем году по сравнению с 2020-м? В 2020-м мы знаем, пик был, вот, патриния, коронавирус. Пик был, блокпосты были, да, мы закрывали. Ну, я думаю, точно цифру сейчас прям не назову. В процентах, может быть, нет? Ну, в процентах, я думаю, что на 50%, как минимум, больше. У нас даже возникали пробки на выходные дни, в жаркие дни, в праздничные дни. Огромный поток гостей ехал из нашей столицы, из нашего областного центра. Все люди приезжают, у нас вот на поляне Амлайхан, там очень большое количество людей, там сейчас открылся, управление делами президента построило там новый современный медиа-центр, такой очень интересный. Рекомендую вам посетить туда, приедите, я вас могу сопроводить туда. Спасибо большое за приглашение, обязательно как-нибудь приедем. Если говорить о туризме, мне кажется, мы достаточно много уже сказали об этом, да, туризм будет развиваться, планов много. В рамках развития туризма идут большие темпы строительства. Что касается в части строительства жилья? В этом году мы начали уже вот сейчас, на данном этапе у нас сейчас там земляные работы ведутся, сваи забиваются. Мы из областного бюджета были выделены финансовые средства, и мы начали строить два 45-ти квартирных дома. Уже начали, фундамент заливаем под 4 дома. Это где мы строим? Это строим в городе Щучинск. У нас большая очередь стоит, да, на порядка 2,5 тысяч у нас очередь нуждающихся в жилье. Такой вопрос есть, проблемный вопрос. Есть аварийные дома, которые тоже надо расселять. Есть социально уязвимые слои населения, которые нуждаются в жилье. Дети-сироты. Поэтому помимо вот этих вот двух домов, которые мы начали, у нас 4 проекта уже есть на руках, которые мы собираемся начинать строить. До конца года. И в то же время еще разрабатываем 13 проектов на строительство домов. Далее будет по мере финансирования уже темпы строительства уже будут идти хорошие. До конца года можем назвать какую-то цифру, сколько семей сыграют новоселье? До конца года, я же говорю, мы дома только начали, да, там, видите же, пока разработали проекты, пока нам выделили финансирование, провели конкурсы. Для того, чтобы определить подрядную организацию, ну, такие процессы, да. И финансирование выделено пока только, ну, на начало строительства. На следующий год запланировано продолжение, да. Областной бюджет выделяет финансирование на это. Но в то же время хотим еще и кредитные дома строить. Как бы у населения есть много через Жилстройбанк, через Отбасыбанк. Различные программы есть, как бы там строят. Для учителей есть хорошие программы. На селе там даются льготные кредиты под 0,01%. Там практически бесплатные кредиты тоже для поддержки учителей. С дипломом в село есть такая программа. Дом медиков тоже запроектирован. Тоже начинаем строить такая проблема. Нехватка где-то врачей. Ну, и, наверное, то, что близость с областным центром, со столицей, да. Есть у нас такой вопрос, что отток идет специалистов, да. Вот, как бы переманивает столица у нас хороших специалистов. То есть, нехватка кадров прямо остро, да, стоит? Ну, не то, что остро, но стоит. Есть такая проблема, я думаю, да. Она везде сейчас, как бы глобализация идет. Люди стараются уехать в большие какие-то города. В отдаленных населенных пунктах, вообще в населенных пунктах, как обстоят дела с образованием? Есть ли у вас проблемы с местами в дошкольные учреждения, трехсменное образование? Трехсменного образования у нас нет. Везде у нас двухсменное. Есть уже где односменное, односменное. Как бы стремление есть к тому, чтобы перейти в односменную, как бы, эту же систему образования. Ну, все школы наши перешли по принципу Назарбаев интеллектуальные школы. На образование очень хорошее финансирование выделяется из областного бюджета, республиканского. Вот за два года мы одну школу ввели, новую в эксплуатацию. Сейчас там у нас блюминовация школа такая. Это вот бывший казахско-турецкий лицей. В то же время капитальные ремонты по школам проводим. В этом году отремонтировали две школы. Аварийных школ нет? Аварийных школ нет. Всегда мы проводим, если не капитальный, то текущий ремонт. Поэтапно где-то меняем ремонт кровли, где-то замена окон. Полностью у нас все школы в рамках обеспечения безопасности полностью снабжены видеонаблюдением. Были вопросы, как-то стояли по теплым туалетам. У нас тоже все школы оборудованы теплыми туалетами. Такого нет, чтобы туалеты где-то были на улице. Что-то такое. В школы города, помимо прочего, видеонаблюдения подключены к ЦОУ. Наблюдение. Да. А что касается ремонта дорог? В Щучинске у вас проблемы, да, насколько мне известно? Ну, там ведутся ремонтные работы. Ну, хочется сказать, что вот поблагодарить именно нашу область, Акима области, которая очень большое внимание уделяет нашему району. Ну, учитывая, что это туристический регион, очень много гостей приезжает. Часто Акима области приезжает с рабочими поездками, где-то дает поручения, делает замечания. При этом всегда выделяются финансы именно на ремонт дорог, на благоустройство дворов, на какие-то коммуникации, инженерные сети. И подробно все это рассматривается и финансы выделяется. Вот в этом году мы отремонтировали порядка 10,5 километров дорог только в городе самом. Захватили именно проблемные участки дорог, где практически, можно сказать, дороги отсутствовали. И причем довольно такое длительное время, можно сказать, десятки лет. Это вот у нас есть застанционный поселок, есть район нефтебазы, вот там мы отремонтировали тоже дороги. Ну, будем продолжать, естественно, планомерно. За один год все дороги не отремонтируем, но за два года порядка уже, порядка 30 километров дорог отремонтировали. Где-то ведутся еще проекты дополнительно по строительству дорог, районные дороги ремонтируются. Были в свое время жалобы от жителей направления Зеленый Бор, Мадониет. Там у нас находится Жанатала, Псело, Камзинай, Мадониет. Дорога была очень сильно разбита, прям ездить было невозможно. И жители прям делали обращения, обращения, ну, стучались во все двери. Качество строительства контролируете? Качество строительства, естественно. Ну, знаете, да, что любое строительство сопровождается техническим надзором, авторским надзором. Ну, очень много контролирующих органов, которые контролируют. Да, бывает, встречаются недобросовестные подрядчики, которые выигрывают у нас, знаете же, да, вот закон о госзакупках, через электронный портал выигрывают. И потом начинают где-то у них отставание от графиков производства работ. Где-то по качеству возникают вопросы. Ну, соответственно, дальше уже есть свой механизм. Досудебная переписка, потом направление иск в суд. Чтобы такого не возникало, важно выбрать. Да, ну, конечно, суды, понятно, там идет затяжка времени. Как бы, ну, в первую очередь, люди не получают то, что запланировано было. Конечно, вот, не хотелось бы, конечно... Важно выбрать добросовестного подрядчика. Очень важно, да. Скажите, а какими промышленными предприятиями на сегодня вы гордитесь? Ну, у нас горнодобывающая отрасль развита. РГ-процессинг, строится новая золотодобывающая фабрика, которая, так сказать, будет у нас, ну, таким основополагающим предприятием, которое будет доход району приносить. Ну, в то же время золото у нас вот сейчас уже добыча идет. У нас очень большое производство по ремонту железнодорожных составов, по пассажирскому составу, по грузовому транспорту. Также у нас рельсосварочный завод есть, большой котельно-механический завод, который на сегодня обеспечивает, как бы, всю область у нас, по всей области работают, изготавливают котлы. В общем, предприятий достаточно. В ламе мясокомбината есть, много молочно-товарных ферм сейчас тоже есть, корм-площадки такие есть, да. Отец Заматович, мы с вами ограничены во времени, к сожалению, мы много еще не затронули, да, вот сельское хозяйство, инвестиции. Давайте коротко, тезисно. Две основные проблемы сегодня на повестке дня? То, что у вас прямо на столе, на рабочем столе вашем, вот то, что нужно непременно решить. Две основные проблемы? Ну, одна из основных проблем – это отсутствие полигона. Отсутствие полигона. Вы в этом направлении продвинулись сейчас. Было выделен, районом был выделен земельный участок, где-то порядка 20 гектар для строительства нового мусороперерабатывающего завода. Там уже будет переработка, полная сортировка, переработка, утилизация. На это сейчас уже изготовлено управлением природных ресурсов. Уже отработано технико-экономическое обоснование, получено заключение госэкспертизы положительное. Ну и сейчас как бы разрабатывается дальше дальнейшая стадия – это проектно-сметная документация. Дальше уже будем строить. Но вот это вот время какое-то, да, у нас все равно эта проблема будет оставаться. Проблема стихийных свалок, она есть. Как бы, да, ежегодно мы начинаем устранять эти все стихийные свалки. Вот такой есть вопрос. То есть отсутствие полигона и второй? Есть вопросы, связанные с малым количеством пастбищ для населения. Это актуальная проблема для многих регионов. Как бы, ну мы меморандумы заключаем с землевладельцами для населения, где выпасы есть, но все равно есть нехватка. Сейчас как бы люди активно очень, как бы, занимаются разведением домашнего скота. Поголовье достаточно высокое, поэтому есть. Ну и плюс к тому у нас вокруг все, в основном, земли национально-природного парка, леса, озера, поэтому где-то вот есть ограничения, да, вот в этом. Асета Заматович, спасибо вам за содержательное интервью. Я желаю, чтобы все вопросы, находящиеся у вас на повестке дня, непременно решились, нашли свое решение. Спасибо большое вам. Вам спасибо. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. В эфире была программа «Линия правды». Я ее ведущая Санья Кубжа-Сарва. Всего доброго. Оставайтесь вместе с нами на телеканале Кокщи. До новых встреч. Аман Солболмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова